До этой площадки от ближайших домов не меньше 10 минут петляющими тропами. И это не самозахват земли. Документы на аренду в стадии оформления. А потому территория не огорожена и тренажеры временные из автомобильных покрышек. Вход свободный для всех. От овчарок и лабрадоров до шпицев и дворняк. Возрастной ценз для собаководов тоже отсутствует. Я иногда гуляю сама и я одна по лесу не могу ходить. А вот здесь компания собак и взрослых людей. И мне здесь комфортно. И Джулия здесь тоже нравится. Собрали мусор, скосили траву, обработали территорию от клещей. Собаководы под руководством профессионального кинолога работают на голом энтузиазме. А тренажеры и вовсе будут устанавливать за свой счет. Обойдутся они в полмиллиона рублей. Вот только нарушают хвостатую идиллию политические интриги. Оказалось, что челябинцы имели неосторожность обратиться не к тому кандидату в депутаты. Ему это не понравилось. В общем, мы попали, если честно, под замес борьбы как раз за выборы. Оказалось, что покрышки вредные, токсичные и способные к самовозгоранию. А еще они крайне привлекательны для вандалов. Каждую ночь на протяжении недели неизвестные люди разрывают места крепления, высыпают землю, а сами покрышки разбрасывают по лесу. Жуткими подробностями обрастает и клуб по интересам. Он придумал, что здесь организуется база лагеря для травли бойцовых собак. Что эти покрышки нужны для того, чтобы собаки их рвали, потом будут организовываться бои на деньги. И причем собак будут травить на людей, которые ходят рядом. Какие тут из них бойцовские собаки? У нас она спокойненькая. Вначале было то, что боялась, пока ее не приучили ко всем собакам. Социализировать питомца для жизни в городе и научить адекватно реагировать на хвостатых коллег. Собаководы говорят, их цели исключительно гуманные. Единственное, что могут сделать эти собаки при встрече с незнакомцами, залезать от избытка чувств. Александра Мыльникова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.